В завтрак туриста на серебряном блюде в Петергофе открылась выставка «Императорские путешествия». В экспозиции более 500 предметов, которые рассказывают, как путешествовали линценосные особы. Что брали с собой, чем развлекались во время длительных туров, и в чем себе не отказывали даже во время поездок в Тарантасах. Царскую жизнь на колесах изучил Павел Рыжков. Сахвоя, шкора для шляпки, дорожные платья, перчатки и даже каретные часы. Петергоф предлагает отправиться в царское путешествие, просто посетив новую экспозицию. Личные вещи великих князей и монарших особ словно переносят посетителя в эпохи разных царствований. За каждым аксессуаром целая история, кто, где и когда побывал из первых лиц российского государства или их ближайших родственников. Супруга Николая I Александра Федоровна привезла сувениры из Италии. Характерно хороший вкус. Хороший вкус был у Александра Федоровна, потому что привезла совершенно изящное пресс-папье из красно-коричневого мрамора с мозаикой, изображающей виллу Альбании. В окрестностях Рима, например. Царская семья несколько месяцев провела в Италии, поправляя здоровье. Знаменитые виды Неаполя, Венеции и Рима привозили в Петербург в живописных работах. А после посещения Палермо в Петергофе сделали точную копию одной из сицилианских вилл. С тех пор остров, где стоит этот павильон, называют Ольгиным в честь Великой Княжны. Царские путешествия давали жизнь новым городам и историческим анекдотам. Так Екатерина II издала указ об основании Одессы после знаменитого таврического путешествия. Тогда же, судя по легенде, князь Потемкин выстраивал камуфляжные селения вдоль маршрута императрицы. Хотя, как считается Потемкинской деревней миф, жизнь ему дало знаменитое царское путешествие. По России царь ездили немало в специальных вагонах, ветерных поездах, на яхтах и на лошадях. Полноценной экспозиции без тарантаса не получилось бы. Это взяли в частные коллекции. Как говорят историки, члены царской фамилии любили показать демократичность и проехаться с открытым верхом. Будущий император Александр III путешествовал по Поволжью в Тарантасе. Правда, та четырехколесная повозка была намного просторнее. Еще одно обстоятельство, почему любили Тарантас. Удобство конструкции позволяло путешествие сделать менее тряским по плохим российским дорогам. Императорская семья как могла в путешествии окружалась себя комфортом. Специальные походные сервизы, где был предусмотрен чайник с горелкой. Или небольшая кастрюлька со спиртовкой, принадлежащая царевичу Алексею. Вообще бытовые выставки их делать трудно, их делают редко. Потому что в этих выставках, в этих вещах сама человеческая жизнь. И мы поэтому очень хотим, чтобы наши посетители пришли, сравнили все это с сегодняшними вещами. Они не так много изменились. Фарфоровые сервизы, которые брали для чайпити в поездку, дали форму для вполне утилитарной посуды, набором для четырех и шести персон. Это было больше востребовано массым потребителям, чем дворцовые сервизы. После путешествий появлялись вполне современные вещи, такие как набор чемоданов, или как этот складной столик, сделанный для Николая I из деревьев, посаженных в летнем саду лично Петром I. А еще после путешествий царской особой выходили научно-популярные труды с точным описанием мест, где побывал император. Эти брошюры дали жизнь целому направлению, в карманах и зданиях, особенно востребованному сегодня, первым отечественным путеводителем. Павел Рыжков, Роман Ткачев, Владимир Чабушев, Мурат Судаде, НТВ 5.